Рассказать о фигуре Александра Невского пытались многие режиссеры. Эйзенштейн, Каленов, еще десятки авторов и композиторов. Оттого у современной символ оперы и появился теглайн. У каждого поколения свой Невский. Постановка – рассказ о великом князе, его победах в битвах. В качестве музыкального материала выбран синтез мюзикла и рок-оперы, а также добавлены элементы современных музыкальных стилей, направлений. И вот такой творческий подход, нам кажется, даст возможность выразить этот концептуальный замысел и сделать его доступным для понимания молодежной аудитории. Здесь и рок-группа, оркестр, хор и солисты и актеры Рязанской филармонии. Композиторы уверяют, что благодаря их коллективному творчеству зрители увидят историю глазами Александра Невского, перенесясь в прошлое и прочитывая события через его воспоминания. Мы пытаемся, чтобы вся эта музыка нас перенесла в XIII век, чтобы посмотреть на то состояние Руси, в которой находился Александр Невский, и передать его переживания, переживать тонкие игры политические, которые проходили не только геополитически, но и внутри государства. Потому что новгородское княжество, московское княжество – очень непростая политическая ситуация была между своими родственниками, даже братьями. Опера «Александр Невский» появилась в прошлом году. Написал ее композитор Вячеслав Лопухов. В столице ее уже показали. Но там опера состояла из шести номеров. В Курске уже 12, в Рязани и вовсе 17, два из которых еще пишутся. Не хватало немного музыки и характеров ордынцев. И не хватало немного характеров тевтонцев. То есть получилось, что они показаны, но в своей гармонии недостаточно. Мы решили написать два танца. То есть танец ордынцы дарят. Но под этим танцем очень глубокие смыслы. В ролях молодые студенты и выпускники ГИДИСа. По словам постановщика, благодаря этому глубокий философский смысл послания оперы понятен и подросткам. А музыкальная составляющая из джаз-рока, фолка, просто-рока и других жанров дополняет картину. К сожалению, пока мы всегда чувствуем некий дефицит музыкального материала. Обычно мы все-таки опираемся на классическую музыку и на музыку советской эпохи, которая уже тоже для нас стала классикой и любимой музыкой. Но вот современного музыкального материала для наших памятных дат до сих пор не хватает. До сих пор есть некий дефицит. Это очень большое счастье, что появляются свежие музыкальные произведения. И мы, как сказал маэстро, сможем через них по-новому взглянуть на наших исторических личностей, таких героев, как великий князь Александр Дневский. Премьера символ оперы Александр Дневский намечена в Рязанской филармонии на 27 августа. Возрастной ценз 12+. Событие обещает быть грандиозным. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город.